Томск Ну, так получилось, что мы с моим другом начали играть в настольный футбол уже три года назад. Так вы профессионалы! Ну, можно сказать, наверное, так. И как-то так повелось, что в Харридсе часто проводятся чемпионаты, и мы постоянно ходим сюда играть. Но первый раз заняли первое место, правда, сегодня. Что особо приятно, в такой интересный день, когда еще и Томми организатор. Так вы, по идее, еще этим и деньги зарабатываете? Нет, если бы так было, нет. А теперь у нас есть даже свой практически официальный турнир по этому необычному виду спорта, который проходил под эгидой футбольного клуба Томми, в котором, конечно же, приняли участие болельщики нашей команды. В этот период, когда нет футбола, болельщики все равно скучают, и мы решили порадовать их таким немножечко необычным футболом настольным. В Томске очень популярен не только обыкновенный футбол, но и зимний, а теперь еще и настольный. Турнир проходил в течение месяца, и в нем приняли участие 16 команд, среди которых встречались коллективы с весьма необычными названиями. Анаболики, Лелик и Болик, Девки, Росомахи и даже Пончики с шоколадом. Ну, прикольное название, почему нет? Нет, тут я согласен, название прикольное. Первое, что пришло в голову. Может быть, это как-то связано с кулинарными пристрастиями? Да нет, вообще сладкое не любим. Победители, скажем так, регулярного турнира в матче за Суперкубок должны были встретиться с командой, составленной из футболистов Томи. Ими стали Мартин Геранек и Евгений Башкиров. Этот игровой дуэт также выбрал для себя оригинальное название. Да, там есть очень интересные названия. Я думаю, что так как у нас команда состоит из Мартина Геранека и, собственно, меня, то, наверное, и относится в заведении к пивной тематике, то, нет, ну, конечно же, мы представители футбольного клуба Томи, но, наверное, неформальным названием... Очень сложную сейчас схему какую-то обозначу. Неформальным названием, да, неформально назваться мы можем Чешский Башкир, например. Это было бы метафорично. Женя и Мартин, конечно же, имели представление о том, что такое кикер. А именно так называют эту игру во всем мире, но к разряду профессиональных кикерщиков их отнести было трудно. Ну, играл пару раз, но могу сказать честно, что не моя игра, потому что вообще не получалось, и, ну, где-то раз пять за всю жизнь играл. Ну, интересно, да. Кикер – это такая вещь, которая очень похожа действительно на футбол и относится к футболу даже в большей степени, чем многие какие-то такие настольные игры. В Англии играют в кикеры, и во многих европейских городах ставят все время у стадионов даже такие вещи, чтобы болельщики могли ослабиться, а ли может, наоборот, выплеснуть как-то свои эмоции до или после футбола. Я смотрю, с теоретической частью ты знаком на пятерочку, а вот с практической доводилось раньше самому играть? И боишься, что облажаешься, извините за ним? Ни в коем случае. Мы готовы дать бой команде, которая будет финалистом, точнее, которая уже будет, конечно же, победителем, но тем интереснее будет обыграть победителя. Ну, конечно, хочется всегда выигрывать, да, конечно, это правда, но сегодня, если проиграем, я думал, что так и будет, что ничего страшного не случится, и пусть они порадуются, да. Соперником Ярана Кайбашкирова в суперфинале стала команда в сухую. Прогнозы Евгения и Мартина во многом оправдались. Матч действительно прошел в упорной и напряженной борьбе. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Основное сопротивление команда «Чешский Башкир» потерпело поражение со счетом 0-20. Команда «Всухую» по праву стала чемпионом. «Всухую» оказалось, что название-то «Говорящее». Оно «Говорящее» было поначалу, потому что мы, когда начали играть, проигрывали в «Сухую». Ну, немножко подкачались. Ну что ж, мы поздравляем вас с победой. Спасибо. Победители, да и все участники турнира получили сувениры и призы от футбольного клуба «Том» и «Паба Харт». Ну, а самое главное, что игроки и болельщики хлебнули настоящего футбольного адреналина. И будем надеяться, что этот турнир не станет последним, а число томских кикершиков будет расти. Заявлялось даже больше команд, заявилось, чем мы ожидали, чем мы могли вместить. Поэтому некоторым даже не хватило места и времени. Но я думаю, что на следующий год у нас будет возможность набрать больше команд. Я надеюсь, что эта традиция продолжится у нас на следующий год. С ирландским папом мы завели хорошие отношения.